Если вы поняли, что человек лежит на земле, вы оглядитесь вокруг, посмотрите, что вам ничего не угрожает. Пересчете за плечи, что с вами, что случилось? Вы слышите, что он не отвечает. Тогда необходимо сразу же перейти к измерению пульса. Если пульс бьется ли сердце, мы должны установить. Для этого мы 4 пальца кладем именно вот сюда, на сонные артерии. И должны в течение 10 секунд прислушаться, прощупать, чтобы понять, есть ли у него пульс. Он может быть нетевидный, если человек без сознания додышит, и может не сразу его почувствовать. Параллельно вы можете, наклонившись к нему, проверяя пульс, наклониться ухом к рту, повернув голову в сторону груди. И визуально посмотреть, поднимается ли грудь, а ухом почувствовать дыхание. Это самый верный способ. И если мы убедились, что у него нет дыхания и нет пульса, то мы обязаны приступить к сердечно-регочной ременации. Для этого нужно освободить грудную клетку, в обязательном порядке расстегнуть ремень, если он есть на поясе. И затем, положив два пальца на митевидный отросток, свободной рукой найти точку приложения, куда вы будете нажимать грудину, чтобы сжать сердце. Ладони кладем на середину грудины. Сверху накладываем вторую руку и становимся в позиции такой. Прямые руки, треугольник образуется такой. Основание ладони в середине грудины. Формула такая. 30 нажатий, 2 вдоха. И мы начинаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Заметьте, что я нависаю над грудной клеткой, чтобы вертикально ее продавить на глубину 4-5 сантиметров. Для того, чтобы правильно вентиляцию легких сделать, нужно освободить дыхательные пути. Что мы делаем? Пальцами под подбородок слегка надавливаем. Вторую руку кладем на лобную часть и также придерживаем лобную часть. Чуть-чуть его приподнимаем и набрав как можно больше в легкие воздуха, мы делаем ему вдох. Плотно обхватив губами его губы сверху по периметру и зажав нос. Почему зажимаем нос? Потому что если его не зажать, то воздух будет выходить по короткому пути в нос. Наклоняемся и делаем вдох. Распрямляемся. Снова набираем воздух. И далее я сделал два вдоха. Снова кладу два пальца на мечевидный отросток, чтобы его проконтролировать и сломать. Снова основание ладони кладу посередине грудины. И продолжаю считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Самое оптимальное, если вы работаете вдвоем или втроем. Если один человек, он больше пяти минут может сделать. Но это будет неэффективно, скажем так. Потому что короткое время человека нужно поддерживать иногда часами его жизнь. Самая главная задача. Поддерживать кровообращение, для того, чтобы у нас не умер мозг. И мы должны делать это до тех пор, пока у нас есть силы, до приезда скорой помощи. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...